Увидеть Югру, влюбиться в Россию. Можно ли интересно провести выходные в нашем регионе и чего не хватает и Сургуту и Югре для того, чтобы сюда хлынул поток туристов, расскажем сегодня в телевизионном обзоре новостей. Здравствуйте! Каким был тон уходящей недели, знают корреспонденты службы информации телерадио компании Сургут Интерновости и я, Дарья Давыдова. А вот еще темы, которые мы обсудим в ближайшие 50 минут. Добро пожаловать! Привлекательный Сургут для туристов. Куда пойти и чем город тепла может удивить не только гостя муниципалитета, но и даже местного жителя. Знает Елена Монатиди. Какими событиями привлечь в Сургут иногороднего, и международного туриста? Мы собрали подборку интересных событий и поговорили с ведущими специалистами сферы культуры, чтобы выяснить, что нужно нашему муниципалитету, чтобы стать не только нефтяной, но и одной из культурных столиц России. Дмитрий Подлесной расскажет подробнее. Собака бывает кусачей. Почему ни в коем случае нельзя прикармливать бездомных животных? И отчего звери начинают проявлять агрессию по отношению к человеку? Мы попытались разобраться в тонкостях собачьей психологии. Инструкция к сборке. В Ханты-Мансийске прошел форум «Социальный конструктор Югрэм». В нем приняли участие более 400 бизнесменов из 12 регионов страны. Как они прокачивали свои навыки и каковы перспективы соцпредпринимательства в регионе, расскажет Светлана Стебенькова. В канун празднования Дня города в нашей официальной группе ВКонтакте мы проводили опрос среди горожан, в котором выясняли, какое же место в Сургуте самое интересное для посещения. Мы готовили спецрепортаж ко дню рождения муниципалитета и, к нашему удивлению, большая часть респондентов ответила, что в нашем городе интересных мест нет. Тогда мы пообещали вам вернуться к этой теме и вот этот день настал. Но прежде чем рассказать о достопримечательностях Сургута, мы решили еще раз спросить горожан, куда бы они посоветовали в первую очередь отправиться туристу. Кольцо с памятником, парк Сайму, кедровый лог обязательно. Ну, интересные места, а в кедровом логу и на Сайме у нас белочки такие неприхотливые, можно покормить. КЦ Порт, культурный центр, достопримечательности, памятники в Сургуте, на площади нефтяников, новый дворец искусств, нефтяник, ничто еще. Ричпорт, Сайма. Ну, парки, да. Музей вот у нас вот здесь близко есть. Не знаю, парк за Саймы, возможно. Порт нефтяник. Ну, все больше, наверное, таких никаких, таких знаменательных мест нет. Красивые места, ну, на даче, на своей. А какие еще у нас места красивые? Лучше поехать в другой город. Выходит, что кроме парков и скверов в Сургуте исходить-то некуда. И единственный вариант это уехать за красивыми, богатыми на историю местами в другой город. А может быть, все не совсем так? Может быть, просто люди плохо осведомлены? Этими вопросами задалась наша редакция. Первыми на поиски ответов отправились Елена Аманатиди и Сергей Коликов. Мои коллеги выяснили много интересного. Например, почему район Черный мыс называется именно так, где в Сургуте расположен ботанический сад и что представляет собой сибирская барокко. Об этом и не только. Следующий сюжет. Будет мнение, что Сургут маленький провинциальный город, в котором совершенно некуда сходить. Особенно, если здесь не проходит никаких массовых мероприятий. Сегодня мы будем разрушать этот стереотип. А поможет нам в этом экскурсовод Дмитрий Пахаруков. Дмитрий, куда мы отправимся в первую очередь? Я думаю, что в первую очередь нужно побывать в сердце Сургута, там, где был основан город и где когда-то стоял Сургутский острог. К сожалению, сейчас мы только можем виртуально представлять, как здесь когда-то стояли стены острога, ворота, какие-то башни, стояли пороховые погреба, избы казаков. Почему это первое место, куда отправляется экскурсия? На самом деле, любая экскурсия, если это не тематическая экскурсия, она строится, культурно-историческая, от древнего времени, от прошлого к настоящему. Именно в такой хронологической последовательности мы рассказываем о городе. И, естественно, первая дата, связанная с городом, это дата его основания. Поэтому мы приезжаем сюда. Чтобы своими глазами увидеть, каким был город более ста лет назад и окунуться в эпоху 19 века, мы отправляемся в дом купца Клепикова. Кстати, как оказалось, прилегающая к музею территория – это малый ботанический сад. Здесь расположена экспериментальная площадка, где студенты Сургу выращивают растения, нетипичные для нашей полосы. Чтобы понять, приживутся они в суровом северном климате или нет. В доме купца Клепикова уникально, пожалуй, всё, даже сами стены. Большинство венцов относится к 19 веку, как и резьба. Ну и многое из того, что сохранилось и снаружи, сохраняется великолепным коллективом этого музея. Потому что именно здесь представлена выставка, посвященная культуре быта сургутян 19 века. Там сохранились и предметы мебели, и предметы одежды, какие-то и документы, и фотографии, имеющие отношение и непосредственно к владельцу. Некогда этого дома. Ещё одно место, где можно посмотреть на то, как жили сургутяне в 19 веке, это историко-культурный центр Старый Сургут. Кстати, этот Сургут на самом деле не такой уж и старый. Ему всего около двух десятков лет. Когда в 90-е годы стало окончательно ясно, что мы утратили старый город Сургут, утратили его деревянную архитектуру, то было принято решение построить здесь копию. На мой взгляд, достаточно удачный Старый Сургут – это комплекс, который тоже очень любят туристы, любят просто горожане прогуливаться здесь. Строительство комплекса началось с возведения деревянного храма всех святых в земле Сибирской просиявших. За основу были взяты отдельные элементы местного зодчества. Пока любуемся, выясняем у эксперта ещё несколько интересных фактов. Правда ли, что этот храм построен без единого гвоздя? Ну, наверное, всё-таки это такой красивый миф, когда действительно таким образом говорили о мастерстве архитекторов, которые строили храмы. Ну, так или иначе, когда храмы деревянные на Руси появились, ну, или в Сибири, будем говорить, да, уже тогда гвозди были известны, поэтому я сомневаюсь. Хотя здесь вот мы видим прекрасно, да, в облицовке гвоздей не скрыть. Я бы хотел обратить на другие особенности этого храма ваше внимание. Во-первых, храмы в Сибири всегда поднимались на 5-7 венцов. Храмы действительно подметало, и вот поднимая, тем самым, так сказать, спасали от сугробов, дабы, ну, сугробы по самые окна не заметали храмы. И за счёт этого вот образуется очень интересный такой архитектурный стиль. Дело в том, что вокруг храма он напоминает терем, и образуется такая вот красивая веранда, да. Вот этим, в первую очередь, необычное именно сибирское зодчество, связанное с традициями. Сибирскому бароккою это был действительно стиль, который был присущ только Сибири. Ещё одно знаковое для Сургута место – речной вокзал. Сейчас здесь набережная, но когда-то именно сюда во время весеннего ледохода пребывала баржа с продовольствием. Меня поразил рассказ старожил, которые рассказывали про то, как каждой весной во время ледохода они прибегали сюда и радовались, радовались ледоходу. Ну, а что такого? Обычное явление природы. А вы знаете, через две недели, значит, после ледохода в город придёт баржа с продуктами. Кстати, оказывается, по Сургуту проходят целые экскурсии. За два часа, а именно столько длится обзорная поездка, можно увидеть город с другой стороны. Впрочем, нам 120 минут на всё не хватило. В год, по словам специалистов, экскурсии по Сургуту слушают меньше тысячи человек. Не слишком, видимо, наш город интересен туристам. Будем надеяться, что когда-нибудь ситуация изменится, ведь Сургут достоин внимания. Хотя, если вы хотите стать путешественником, начните с родного города. Елена Аманатиди, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Оказывается, что в Сургуте есть куда сходить. Просто, может быть, нам наш город, скажем, приелся, и все достопримечательности достопримечательностями для нас не являются. Другой вопрос, что инфраструктуры для туристов у нас ноль. Ни указателей, ни путеводителей. Что уж там у нас даже приезжие отхожие места не найдут, ведь их просто нет. Выходит, что развивать туризм мы хотим, говорим об этом много, обсуждаем, спорим. А по факту что? Есть ли будущее у Сургута туристического, и можно ли вообще ждать, что знаменитый бренд-слоган региона увидеть Югру, влюбиться в Россию, станет таки реальностью. Об этом прямо сейчас мы поговорим с Василием Сочеллиным, председателем комитета по туризму и гостиничному бизнесу при торгово-промышленной палате Югры. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, куда бы вы пошли в Сургуте, если бы оказались здесь впервые как турист? Старый Сургут – известный комплекс, который очень нравится и привлекает людей. Мне очень нравится Сургут сам по себе, как деловой и экономический центр нашего округа. Город динамично развивающийся. Я бы его так сравнил с мегаполисом, наверное, уже можно сравнивать. Безусловно, для нас, опять-таки, я уже возвращаюсь к тому, что я знаю, что посмотреть в Сургуте, и какой поток, например, людей, интересующихся направлением Сургута, есть. В частности, в Нижневартовске полюбились шоп-туры в Сургут. Это уже для нас норма. Мы ездим в Сургут с удовольствием. У вас в этом плане все серьезно и хорошо. И это тоже часть, составляющая туристического бизнеса. Вообще, туристический бизнес, он уникальный. Если вдруг, на первый взгляд, кажется его незначительной роль в общей экономике, то нужно сказать, что туризм генерирует смежные профессии и специальностей очень много. Как вы думаете, вот Сургуту и Югре, в частности, чего не хватает, чтобы стать много более привлекательным для туристов городом и регионом? Знаете, Дарья, я вам скажу, что с того периода, когда мы взяли старт на развитие внутреннего туризма в округе, благодаря, конечно, инициативе Натальи Владимировны Комаровой, до этого Владимир Владимирович Путин по всей России такой старт дал. Много что сделано. И сказать вам, что нам чего-то не хватает, я ровно могу перечислять сейчас попунктно все, чего не хватает всем остальным. Да, у нас может быть придорожная инфраструктура, не в лучшем с точки зрения туризма состоянии. Там еще требуется какое-то, может быть, вложение, может быть, даже инвестиции, частный бизнес. Об этом очень неплохой опыт, мы говорили, есть и у Сургутского района. Я знаю, что и власти Сургута готовы с точки зрения инвестпроекта поддержать инвесторов, приходящих на территорию придорожного сервиса. В этом плане вполне все стоят лицом друг к другу. Но обсуждать, чего еще не хватает, нужно прежде сказать, что у нас на самом деле все сделано. Я хочу, я поверьте, я давно этим занимаюсь серьезно и очень увлеченно, я заявляю с ответственностью, что у нас очень много что сделано в округе в целом. Самое главное, что правильно распределить, и, может быть, где-то не заблуждаться, мы никогда не станем Санкт-Петербургом, Москвой, не знаю, Золотым кольцом. У нас есть свои так называемые туристические изюминки, на которые обязательно найдется и существует свой клиент. Но нельзя говорить, что мы станем некой туризмой и полоной. Да, наверное, это и не надо. Нам нужно иметь свой сегмент. Мы должны входить в общий туристический продукт России своим сегментом. И он у нас есть абсолютно. И очень высокого качества, поверьте. И понимать, кто наш клиент. Собственно, и взаимодействовать с туроператорами, которые направляют. У нас много что сделано еще и с точки зрения глобальной истории. Мы говорим, если говорить о туристических таких достопримечательностях и интересах с точки зрения туриста, то нужно понимать, турист едет изначально туда, где можно увидеть то, чего нет в остальном свете. Это принципиально. И в этом случае ему не очень важно, чтобы там были фешенебельные отели, какие-то придорожные сервисы. Поверьте, мы с этим часто сталкиваемся. Например, наш этнотуризм, а Югра славится нашим этнотуризмом. Это действительно у нас на высоком уже уровне. Есть, конечно, свои проблемы. Если надо будет, мы и о них можем поговорить. Но мы на высоком уровне стоим с точки зрения приема этнотуриста на этностойбищах, в этнопарках. И у нашего этнотуризма есть свой сложившийся поток туристический. Вот недавно на Петербургском международном экономическом форуме Наталья Комарова подписала соглашение с этнодеревней. Теперь в ней будет располагаться инсталляция Ханты-Мансийского округа. То есть, можно сказать с уверенностью, я так понимаю, что если вот сейчас пойдет такой наплыв туристов в Югру, мы с этим справимся. Мы к этому готовы. Наш турист, скорее всего, это турист, который продлевает свои маршруты. Я пока о ближайшей перспективе говорю. Продлевает свои маршруты от Тобольска, Екатеринбурга и Тюмени. Ну, причем Тобольск, наверное, главная точка, завершающая точка маршрута и самая отзначимая. Ну, и от Тобольска до наших краев вполне себе все организовано. И транспортная доступность, любая, любыми вариантами. Ну, Тюмень, Тобольск, я имею в виду, и авиа, и ЖД, и хорошая автодорога уже. Вот, поэтому в большей части ожидать стоит оттуда клиента. Вот сейчас пошла река. Второй год, неплохо. Дай бог нам бы, как говорится, не потерять этот маршрут и его сохранить. Вот, ну, а от того большого потока клиентов ждать... Здесь все равно будет своя специфика, понимаете? У нас это рыбалка, наверное. Рыбалка, это не туризм. Рыбалка, это рыбалка. Охота, это охота. Я, на самом деле, делю. Ну, невозможно быть охотником-туристом. Охотник не везет с собой целый арсенал своего вооружения. Рыбак, это очень специфическое направление. А туризм, он, может быть, ту же охоту и рыболовство показывает в очень лайт-версии. Ну, в частности, вот, в Сургутском районе Стойбище Лукьяон, мы там строим тропу охотника и рыболова. Можно посмотреть ловушки, давилки, там, утварь всевозможную рыбацкую. Но это туризм все равно, это не охота и рыбалка. Я очень сейчас удовлетворен территорией нашего приполярного Урала и, в принципе, Березовского района. Там неплохо развивается туризм, там неплохая поддержка идет. Там и Этна, и по следам светлейшего князя Меньшикова. Да, и Меньшикова, и Этна. И горные какие-то вещи. И стык, значит, граница Коми, Хмао и Свердловской области. Много интересного. Это и Перевал Дятлова, и плато Маньпупа-Ньор. Сейчас мы с ними уже выстраиваем взаимоотношения по посещению этого плато. Три экспедиции мы уже сделали. Я уже даже скажу, это не экспедиция, это уже были такие... Ну, в этом году это была в марте месяце такая хорошая туристическая поездка. Я называю это экспедиционно-приключенческим туризмом. Я считаю, принципиально нельзя скидывать со счетов промышленный туризм. У нас все-таки самотлор, у нас мы нефтяной край. Здесь очень важно, очень грамотно и тонко договориться, безусловно, с предприятиями-недропользователями, чтобы они помогли в этом плане туризму. Мы без их помощи не справимся. Нам нужен туризму, нужен регламент посещения. То есть нужно показать, что именно можно. Желательно, ну, показать, что можно, разрешить что-то, что-то показать. Вообще власти Югры заявляют, что сегодня в нашем регионе работают около 200 туристических маршрутов. Недавно запустили новые. Это Югорский серпантин. Это путешествия к месту слияния Биртыша. Как думаете, они перспективны? Все, что связано с реками, если вспомнить советский период, это очень перспективные направления. Единственное, что у нас, конечно, есть проблема с речным судоходством, со строительством речных судов. Ну, сейчас, учитывая темпы в России, строительство верфи-верфи, я думаю, что этот вопрос тоже в какой-то ближайшей перспективе будет решить. Возможно. Нам все равно, как ни крутим, мы переживаем наследие советского времени, от которого нам, может быть, не в лучшем образе и состоянии все досталось. В частности, я говорю о речном пароходстве. Ну, конечно, оставлять желать лучшего. То есть Юверич Флот вроде взял курс на модернизацию. Да, вроде взял. Я тоже об этом слышал. Будем надеяться. И последний вопрос. Как считаете, Василий, стоит ли нам, наверное, развивать событийный туризм? Вот мероприятия Мангазейский ход, Самотлорские ночи в Нижневартовске нельзя не отметить. Может быть, за ними будущее? Безусловно. Вы знаете, я на самом деле даже как-то и не стал касаться, потому как с событийным туризмом в Югре я вообще считаю, что все хорошо. Это и дух огня, это и всевозможные спортивные мероприятия. Мне очень хочется, чтобы продолжилась традиция в Югре приема или организации, если хотите, вот этого Кубка мира по боксу среди нефтяных стран. Мне это очень нравится. В этом году в Нижневартовске прошел. Мы надеемся, что это будет продолжаться. В событиях туризма в Самотлорские ночи в Сургуте много хороших мероприятий. И, конечно, в первую очередь они должны привлекать, я считаю, хорошую миграцию внутри округа, обеспечивать. Потому как мы часто живем, соседствуя друг с другом, не сильно понимая и зная, что происходит в соседнем городе, хорошего, культурного. Сколько культурных событий несет сургутская филармония, мне очень нравится. В частности, скажу, для интересующихся, может быть, пользуясь случаем, скоро, 14-15 июля, будет фестиваль «Лето» в Тобольском Кремле. Вам, сургутянам, еще ближе, чем нам. А там серьезные приезжают звезды. Я езжу уже третий год подряд, мне очень нравится. Присмотреться к событиям близлежащих регионов всегда не бесполезно. И провести хорошо выходные можно очень неожиданно и очень хорошо. Поэтому хочется с большим удовольствием и сургутянам передать большое приглашение от Нижневарска на наши самотворские ночи. Мы с большой душой и радостью их делаем и очень ждем гостя. С большим удовлетворением принимаем приглашение сургутян и сургутского района на мероприятия всевозможные. Приезжаем, посещаем. Поэтому предлагаю просто продолжать взаимодействовать. Может быть с большим энтузиазмом, может быть об этом еще и мало упускать и говорить своим соседям дальше, может быть друзьям. Тем более, что нам действительно есть что показать. Так и увидеть Югру и влюбиться в Россию все-таки можно. Так и увидеть Югру и влюбиться в Россию можно, да. Спасибо, Василий. В студии телевизионного обзора новостей сегодня был Василий Сочелин, председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу при торгово-промышленной палате Югры. Продолжим разговор о событийном туризме. Мы собрали подборку самых ярких мероприятий нашего города, которые приковывают к себе внимание не только местных жителей, но и приезжих. Какими культурными брендами может гордиться сургут и что нужно для того, чтобы инициативные и заинтересованные люди с большей инициативностью и заинтересованностью работали над созданием уникальных продуктов. Дмитрий Подлесной расскажет. Культурный город, северная столица. Это все, конечно, про Питер. Но если провести параллель, особенно 60-ю, то можно найти много общего. Событийные мероприятия, которые уже являются брендами города, практически все из области культуры. Международные фестивали «Зеленый шум» и 60-я параллель, которые ежегодно проводит наша филармония, собирают полные залы и имеют коммерческий успех. Причем они уже вышли за рамки сургута. Концерты стали проходить в Ханты-Мансиевске, а на следующий год будут и в Нижневартовске. Посмотреть на звезд балета и музыки из стольных городов России и мира собираются полные залы. Меня пригласят везде, по всему миру. И мне очень нравится работать во время года в России, потому что это держит уровень. Потому что я могу сказать, что на данный момент Россия является лидером балетного мира. И так будет, была и есть. В Сургутском художественном музее тоже не задумываются, когда им задают вопрос о главной гордости. Такое, чтобы не стыдно было показать иногородним, и даже иностранным гостям. Самый известный наш проект – это Международный форум визуального юмора «Карикатурум», который 15 лет работает в городе. И мы с 72 странами мира работаем. У нас есть потрясающая коллекция, которая насчитывает более 6000 единиц хранения. Это и карикатура, и шарж, ироническая фотография, авторская кукла. Археологическая коллекция музея собрана в действующей выставке «Возвращение в Ях». Подача удивительная. Организаторы продумали всё – освещение, оформление, экспозиции. Можно любоваться со всех сторон, хоть лёжа. А сотрудники учреждения с удовольствием расскажут о наших территориях, богатых не только нефтью и газом, но также и многовековой историей. Кроме того, мне кажется, очень интересный проект – это Кукляндия. Мы получили знак «Сделано в Сургуте», так же, как и за карикатуру. Я думаю, что он также интересен в привлечении туризма. Куклы любят все. А авторскую куклу любят особенно, потому что это возможность увидеть куклы высокого уровня, высокого порядка. Куклы на уровне искусства. Здесь ведь и как внутренний туризм, как из соседних городов привлечение туристов. А почему бы и нет, как говорится, да, и извне, так скажем, из других регионов, из-за рубежа. Я думаю, что это будет интересно. В общем-то и всё. Для того, чтобы привлечь туристов из других регионов, нужно создавать уникальный продукт, аналога которому нет в других городах. Фестиваль исторической реконструкции «Мангазейский ход» — это, конечно, здорово. И иногородних в этом году было немало. Но обалак мы всё же не переплюнули. Там и клубов-организаторов больше, и постановки масштабнее. Да и что лукавить, до Тобольска добираться из средней полосы России удобнее и теплее. Есть ещё и мультикультурные праздники, пропагандирующие дружбу народов. Но и тут мы не одни такие. Событий в Сургуте много, но вот достойных, чтобы на них ехать хоть из Калининграда, — единицы. Может быть, Белой ночи. Хотя на Белой ночи, конечно, все в Санкт-Петербург едут. У нас разводных мостов-то нет. А так я даже не знаю, что у нас такого могло бы быть, чего нет. Скажем, в Европе или где-то там в других местах, где природа хороша, и центр России, и удобно добираться, и есть где жить. Вот, даже не знаю. Наверное, нужно над этим работать серьёзно. Вот, что такого у нас может быть, чего как бы нет в других городах. Какая-то изюминка. Мне кажется, над этим нужно серьёзно задуматься. Беспроигрышный вариант — это рок-фестиваль с приглашением звёзд, с мировым или хотя бы всероссийским именем. Фанаты приедут хоть откуда. Да вот только нет у нас таких опен-эйров. Больше нет. В фестивале «Переправа» и «Мотомасленица», который ежегодно устраивал сургутский байк-клуб «Райда», собирал сотни, даже тысячи гостей со всей России и не только. Инициаторы продумывали конкурсы, приглашали хедлайнеров. Но с течением времени административные припоны вытеснили организаторов «Нефтьюганский район». Там с администрацией договориться оказалось проще. Что-то такое, чтобы выделила сургут из большого числа подобных мероприятий, я, честно говоря, пока что в городе не наблюдаю. Но я думаю, что вообще очень хорошо всё развивается в плане культуры. И такие мероприятия должны появиться. Или те мероприятия, которые уже есть, как-то поднять свой статус. Инициативных людей в нашем городе много. И они готовы работать над уникальным событием, способным стать туристическим продуктом. Но с важным условием, чтобы им помогали властимущие или хотя бы не мешали. Дмитрий Подлесной, Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Борис Шабалтов. Специально для телевизионного обзора новостей. Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем 10 лет жизни дома, сказал Анатоль Франц. Многие из нас не бывали на знаменитых мероприятиях нашего города, не бывали в столице Югры, в Ханты-Мансийске. Что уж говорить о других городах региона. Может, стоит начать путешествовать прямо сейчас, не дожидаясь громких событий. Ведь, наверное, везде есть, что посмотреть. Мы прервёмся на небольшой блок коммерческой информации. Не переключайтесь, встретимся после рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но стресс и шок никто не отменял. Никто не отменял и курс уколов от столбняка и бешенства. Затем в соцсети взорвало страшное видео. Одна из камер наблюдения на стене здания промбазы в Советском зафиксировала, как стая собак загрызла взрослого мужчину. По предположениям следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения и просто не смог отбиться от озверевшей стаи. Хотя, скорее всего, у него бы в любом состоянии этого не получилось. Слишком уж было их много. Позже выяснилось, что у погибшего собаки знали, ведь он кормил их два года и не пощадили. Почему никогда нельзя прикармливать бродячих животных? И какие районы Сургута страдают от нашествия беспризорных собак? Ответы в следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в Сургуте на отлов и содержание бродячих животных из казны выделяют немногим более 8 миллионов рублей. Входят в эту сумму 1 800 голов. На передержке в коммунальном предприятии пёс находится 10 дней. Затем, если за ним не пришли хозяева, его усыпляют. Если мы посмотрим по статистике, значит, да, ребята, которые работают ловцами у нас уже больше 5-7 лет, то есть они говорят, что как таковых бродячих животных сейчас в городе стало намного меньше. В городе их практически нет. Оптимизм директора коммунального предприятия разделить могут далеко не все сургутяне. Алина Рыбалка, живущая на Университетской, негодует. От постоянного лая бездомных собак, которые кучкуются под окнами их дома, жизни нет. Но, как рассказала девушка, боятся они с соседями. Вовсе не гавканья. Самое страшное, что собаки в течение дня периодически набрасываются на мамочек с колясками, на деток, которые катаются на велосипеде. Я была свидетелем вчера буквально, как одна из собак набросилась на 10-летнего мальчика. Но, слава богу, пока без жертв, так как пока находятся смелые прохожие, которые помогают отбиваться от собак под подручными средствами. Люди обратились к ловцам, однако приехавшие на место специалисты увезти собак не смогли. Выяснилось, что эти собаки чипированы. Чипированы они организацией «Дай лапу», после чего собаки приобретают статус домашних животных. Собаки, которые бегают в ошейниках либо с чипами, мы их можем забирать, если они только агрессивно настроены, а не кидаются на людей. Тогда мы их забираем. Своеобразный приют инкогнито организовали на территории недостроя новой станции ЮНАТОВ. Должен был быть мини-зоопарк, стал питомник. Тут и какая-то халупа, и вроде как будки. Впрочем, в «Дай лапу» от этого приюта открестились. Мол, есть у общественного движения несколько территорий, где они и содержат бездомных животных. И заброшенное строение на университетской в их число не входит. У нас есть на Терешко, есть в кооперативе «Здоровье», есть в других кооперативах дачных земельных участков. Впрочем, после визита нашей съемочной группы уже на следующий день самовольный приют самоликвидировался. Увезли в неизвестном направлении и собак. Жители университетской вздохнули с облегчением. К сожалению, о районах ЖД, поселка Юность, Нефтяников этого пока сказать нельзя. В НГДУ на женщину, которая мирно шла в поликлинику, набросились бродячие псы. Позднее свора напала и на маленькую девочку. К счастью, обошлось без серьезных жертв. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, но у сургутяне меньше бояться не стали. Одна укусила, не стоя всего, тоже НГДУ. Проблемно, запомнил. Гулять даже с ребенком на улице очень страшно. Желательно отловить, потому что некоторые прикармливают их, и они гавкают и бросаются. Агрессировать бездомные собаки начинают потому, что это в них заложено природой, объясняют ветеринары. У собаки, преданной человеком и выброшенной на улицу, есть два пути. Умереть или прибиться к стае с вожаком, который умеет выживать в условиях каменных джунглей. От постоянного голода животным становится неважно, кто перед ними, и они могут накинуться и загрызть человека. Ни в коем случае, предупреждают специалисты, нельзя прикармливать беспризорных псов. Это очень опасно. Почему? Во-первых, собака привыкает к тому, кто его кормит, и зачастую именно при этом человеке начинает себя выказывать, то есть начинает бросаться на посторонних людей, показывая, что вот я хороший, ты меня кормишь, я тебя защищаю. Это во-первых. Во-вторых, они разносчики зачастую большого количества инфекций. То есть даже мы кормим с рук, если есть ссадины, раны, мы можем заболеть от них многими вирусными заболеваниями. Такое, как самое смертельное, это бешенство. Теплое отношение, сочувствие и даже кормежка далеко не всегда гарант безопасности. В интернете опубликовано шокирующее видео. Стая из 12 собак загрызла мужчину. Он работал сторожем на промбазе в Советском. Жили звери на ней же, он кормил их два года, но животные не пощадили человека, который о них заботился. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, именно причинение смерти по неосторожности. Всех животных расстреляли, потому как собаки, попробовавшие человеческой крови, чрезвычайно опасны. Рабиолог сургутской травматологии Мухарбек Бесолов отмечает, что чуть ли не каждый день в больницу поступают люди с укусами. В год же обращаются более тысячи человек. По словам доктора, статистика не меняется, и чаще всего нападают животные, у которых нет хозяина. Сложно бывает уяснить, неизвестно, если собака, то она хозяйская или нехозяйская, и поэтому мы их уже в таких случаях считаем как бродячие. Если вас укусило бродячее животное, необходимо тщательно промыть рану проточной водой с мылом, максимально удалить из нее слюну зверя, потому как бешенство передается как раз через нее. Края укуса обработайте йодом, наложите стерильную повязку. После незамедлительно обратитесь к специалисту в травматологию. Вывод из нашего сюжета как нельзя тривиален. В проблеме бездомных животных виноваты люди. Одни выкинули, другие не простерилизовали, третьи раздразнили, четвертые прикормили. Многие жалеют беспризорных псов. Однако, как правило, происходит это ровно до того момента, пока не случится непоправимое. Дарья Давыдова, Алиса Анисимова, Анатолий Метельченко, Борис Шибалдов. Специально для телевизионного обзора новостей. Сегодня в Югре работают 130 социальных предпринимателей. Это бизнесмены, которые реализуют свои коммерческие проекты в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, ухода за людьми с особенными потребностями и так далее. Вообще, в нашем регионе это направление активно развивается. И не просто развивается, а еще имеет возможность получать правительственную поддержку. Например, только у нас есть такое понятие, как сертификат дошкольника. Это когда бюджетные деньги идут на оплату услуг, предоставляемых частными детскими садами. И это только один пример. Вообще, региональные власти в сфере социальных проектов и предпринимательства уделяют большое внимание. Причем не только в части материальной поддержки. В Ханты-Мансийске прошел форум «Социальный конструктор Югры». Три дня представители некоммерческих организаций, социальные бизнесмены и эксперты обсуждали проблемы и перспективы развития этого направления в округе. Светлана Степенькова побывала на площадке конструктора. Загрузка 2.0. В этом году социальный конструктор Югры собрал на своей площадке более 400 участников из 12 регионов страны. Это в 4 раза больше, чем в 2016-м. А значит, в 4 раза больше социальных проектов. И в 4 раза больше тех, чья жизнь благодаря этой работе станет чуточку лучше. На три дня Ханты-Мансийск стал сердцем социальных проектов и бизнес-моделей страны. Здесь собрались те, кому не все равно. Не все равно на то, как будут развиваться в Югре и России сферы образования, здравоохранения, спорта или культуры. Олег Кискунов, директор спортивной школы «Искра» в Сургуте. Парень рассказал, что это направление социального предпринимательства. Выбрал лишь потому, что понимал, никто кроме него заниматься этим не будет. Я работал и работаю до сих пор тренером, вздешевый нефтяник. И нам приводили детей на наборе, но младше 7 лет. Мы брали только с 7 лет. И поскольку нам нужно было задействовать детей, которые младше 7 лет, вот родилась такая идея. Для дошкольников и младших школьников в основном направленная школа. Для их раннего развития, привлечения, ознакомления с правилами, основами футбола. То есть привить здоровый образ жизни, любовь к спорту. От этого конструктора жду, в первую очередь, свежих идей для развития школы. Во-вторых, это знакомство с людьми, которые единомышленники, которые тоже занимаются этими же сферами социального предпринимательства. Пообщаться с единомышленниками организаторы предложили в весьма нетипичном для проведения подобных форумов формате. Никаких скучных лекций, отчетов и бесконечного количества цифр. Все просто. Если круглый стол, то обязательно диалог. Если мастер-класс, то с практическим применением методик. И даже обучение стратегическому мышлению в формате игры. Как сейчас модно называть подобные тренинги на творкинг-сессии? У нас сразу будет падать жизнеспособность населения. Потеря населения приведет к потере ВВП. К вымиранию планеты. Игра провокационная. И то, как ребята сейчас общаются, это происходит не всегда. Игра построена так, что она наглядно показывает разницу между стратегией, которая направлена на выгоду прямо сейчас, или выгоду общую для всех, но потом отложенную. И тут всплывают персональные стратегии. Вот то, как люди привыкли себя в жизни вести, вот это очень хорошо в игре проявляется. В реальной жизни это поможет следующим образом. Когда мы начнем задумываться об эффектах своих действий, долгосрочных, не сразу, но в перспективе, мы станем более успешными. Кстати, само название «Социальный конструктор» форум получил не случайно. Назвали его «Конструктор», потому что существует несколько направлений, площадок, и у каждого есть свои возможности. И чтобы эти возможности собрать, нужна инструкция про его сборки. Отсюда и родилось слово «Конструктор». Собрать идеи, знания и мечты в области социально ориентированного проекта участникам помогал целый штат экспертов. Специалисты из Челябинска, Москвы, Перми и, конечно, ХМАО делились своим опытом и наработками с участниками форума в течение трех дней. И не только делились, но и перенимали югорский опыт. Мы должны понимать, что ни социальные предприниматели, ни НКО на своих территориях не смогут полностью реализовать свои возможности, если нет поддержки руководителя. И поэтому у вас уже, помимо того, что вот эти зерна посажены, у вас уже есть результат. И, конечно, приехав из другого региона, нам важно посмотреть, каким образом вы выстроили эффективный механизм для конкретного результата. По словам экспертов, опыт Югры в развитии социального предпринимательства и развитии некоммерческих проектов действительно уникален. Во-первых, тем, что мы чуть ли не первый регион, где есть возможность получить услугу за бюджетные деньги в частных компаниях. Яркие примеры — это сертификаты в сферах образования и обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья средствами техреабилитации. Много где об этом лишь говорят или только-только познают все тонкости работы в сегменте. А в Югре это уже есть и успешно функционирует. Светлана Степенькова, Анатолий Метельченко. Специально для телевизионного обзора новостей. Продолжит программу обзор самых заметных событий мира культуры уходящей недели. Арт-пикник, подготовка борцов к голосящему Кивину, поездка гротеска на Всемирный фестиваль любительских театров в Монако и не только. Обо всем по порядку. Виктория Дрягина. Культурный опен-эйр для всех в Сургуте состоялся третий по счету арт-пикник. Мероприятие уникальное тем, что в один день и в одном месте можно посмотреть спектакли, поучаствовать в десятках мастер-классов самых разных направлений и послушать лучших музыкантов. Подпевали и потанцовывали все, кто не сидел и не лежал в это время на травке. За этим сургутяне и пришли порелаксировать и насладиться атмосферой. Каждый получил свое. Тут и концерт первоканальных звезд, и фотосессия в лесу Лис. Инсталляцию оформляли, кстати, сотрудники культурного центра Порт и их друзья. Формат арт-пикника в нашем городе прижился и нашел своего зрителя. А поэтому делать его ежегодно было бы хорошей традицией. Мне очень нравится, что можно вот так вот полежать, послушать музыку. Не дома сидеть, а в такой прекрасный день. Быть со всеми. Наслаждаться атмосферой. Сургутская команда КВН «Борцы» вновь примет участие во всероссийском этапе игр. На этот раз это будет «Голосящий Кивин». Фестиваль пройдет в Светлогорске 22 и 23 июля. Позже мы сможем увидеть наших земляков в эфире Первого канала. Сейчас идет активная подготовка, ведь борцам нужно будет много петь на сцене. Пишутся новые музыкальные номера. В активе веселых и находчивых как рэп, так и эстрадная музыка. Но больший упор сургутяне сделают, конечно, на юмор. Ну и мы, конечно же, тут занимались с учителями по пению. Они нам помогали, где там правильно ноты выбирать. Но стараемся, стараемся. Но мы в первую очередь, конечно, ограничиваем себя теми шутками, которые, допустим, мы сможем спеть. Не там прям не такой вокальный, прям суперпрофессиональный вокальный какой-нибудь композиции, а так вот, чтобы в первую очередь было смешно. Раскрасить мир всеми цветами радуги. В Сургуте прошел мастер-класс по граффити. Обучали рисованию на стенах в рамках шестого фестиваля «Гаражи Фест». На первый взгляд может показаться, что рисовать на сценах – дело нехитрое. Однако на самом деле это долгий и трудоемкий процесс. На один небольшой рисунок уходит минимум два часа. На растерзание уличным художникам отдали в этом году стены десяти объектов. В России направление стало развиваться еще в 80-х годах прошлого века. Граффити переводится с итальянского как «нацарапанный». Правда, многим уличным художникам подобная этимология слова не очень-то по душе. Впрочем, их можно понять. Между каракулями на заборах и нынешним искусством райтеров огромная разница. Когда есть определенное направление или определенный рисунок, и это относится на стену, да, это красиво. Когда всякие надписи, которые не несут смысла, это не то. День молодежи с размахом отметили в Нижневартовске, а в Сургуте нет. К празднику приурочили два мероприятия – Кубок тотальной крепости и пляжный волейбол. Оба являются спортивными, а не культурными. Поэтому в этом обзоре мы на них внимания не заостряем. Подробности можно найти на нашем сайте indifisnews.ru Сургутский гротеск едет в Монако на Всемирный фестиваль любительских театров. Это большая радость и честь для коллектива. Но перед тем, как начать паковать чемоданы, актеры сначала по совести завершили свой театральный сезон. По следам 75-летней даты с начала Священной войны они показали сургутянам соответствующую программу. Это у нас молодая подрастающая актриса. Она тоже у нас выходит. Дочь Катарины, а Рысин Саша мой папа будет. И он герой. Герой Советского Союза. Да. Он будет статуей нашего спектакля. Да, да, да. Но он еще и герой Советского Союза. Во всех частях я играю роли, играю женщин, которые прошли испытания в Великой Отечественной войне. Сначала я мама, потом я одна из... девушек, которые когда-то погибли, из романа Василия Быкова «Азорь здесь тихий». Ну и, конечно, последний спектакль – это альпийская баллада, где я играю героиню, которая прошла концлагерь. Программу из трех полноценных номеров назвали у войны не женское лицо. До спектакля гораздо легче на душе, чем после, признаются актеры театра пластики и пантомимы. Без слов они показывают боль матерей, солдат, жен и детей, потерявших самое родное. Разбавляли происходящее монологи собственного сочинения Марии Афонкиной. Закончили выступление минутой молчания. Зрители, конечно же, присоединились к актерам в этот момент. В завершении выпуска реклама и прогноз погоды на предстоящую неделю. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи на наших каналах. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более десяти лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Где одежду нам найти? Нужно в Мегахенд зайти. Всей семье одеться просто. И скидки здесь до 90. Секонд-хенд, Мегахенд. Сургут, ТК-пассаж, первый этаж. Акция действует до 31 декабря 2017 года. Количество товара ограничено отробностей до 100 консультантов. Только в эфире ЛАВ-Радио. Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай ЛАВ-Радио. Яркие летние скидки в магазине Адам. Минус 50% на весь ассортимент женской одежды. Платье, юбки, брюки, туники стоят наполовину меньше. Не упустите отличную возможность. Магазин Адам. Одежда для дам. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метро-сеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Современные квартиры в готовых домах от компании «Сипромстрой» это удобно и выгодно. С экономией времени и без переплат. Телефон единого отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. Телерадио компания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю. С 3 по 9 июля. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Циклон в Западной Сибири спровоцирует небольшие дожди. Но уже со среды начнет сказываться солнечный антициклон. Правда, воздух с Карского моря принесет прохладу, но уже к выходным ожидается потепление. В начале недели переменная облачность. В понедельник ночью плюс 9, плюс 14, днем на 8 градусов выше. Во вторник пройдут дожди. Температура ночью 7-12, тепла, а днем до плюс 19. В середине периода облаков немного, осадки маловероятны. В среду ночная температура воздуха плюс 4, плюс 9, днем плюс 12-17. В четверг к утру 5-10, тепла, после полудня плюс 13, плюс 18. В салонах обуви «Саламандр». Поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». Распродажа в салонах обуви «Саламандр». Скидки до 50%. В конце недели переменная облачность без осадков. В пятницу на столбиках термометров ночью плюс 6, плюс 11, днем от 15 до 20 градусов тепла. И выходные с суббота-воскресенье к утру плюс 8, плюс 13, а днем на 11 градусов потеплеет. Самые яркие краски весны и лета. В коллекциях одежды для девочек и мальчиков. Все эти магазины в «Карапуз» ужасно модно, стильно и удобно. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю солнечной погоды в вашем доме. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok